В эфире канала России итоговая информационная программа событий недели. В студии Ашемец Пхешхов. Доброе утро. В начале недели заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоти, глава республики, провели мероприятие, цель которых подвести итоги совместной работы по обеспечению прав граждан и медработников в условиях распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии. Они снова встретились с представителями лечебных учреждений республики, оказывающих помощь больным коронавирусом и проинформировали о принятых мерах по их обращениям, которые они озвучили в ходе предыдущей встречи. Так были усилены резервы средств индивидуальной защиты, лекарств и медоборудования, увеличены объемы тестирования, детально рассмотрен механизм начисления и выплат надбавок. Часть вопросов правительство республики продолжит держать на контроле, так как их решение требует определенного времени. Уже есть решение о том, что республика вошла в программу строительства новой инфекционной больницы. До конца года будет сдано здание станции переливания крови. Медработники дали высокую оценку эффективности принятых мер и рассказали о текущей эпидемиологической обстановке в районах. Рашид Тимрезов и Андрей Кикоть поблагодарили всех за самоотверженный труд. Рашид Тимрезов совместно с заместителем генерального прокурора России Андреем Кикотьем также провели совещание, в ходе которого подробно обсудили стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации в республике. Было отмечено, что обратная связь с врачами, с конкретными лечебными учреждениями, а также результаты проверки прокуратуры в пиковый период нагрузки позволили получить целостную картину как локальных проблем, так и выявить наиболее острые системные вопросы. Результатом совместной конструктивной работы стали организационные управленческие решения в системе здравоохранения. С коронавирусом все столкнулись впервые, и в пиковый период нагрузки возникали объективные сложности. Комплекс предпринятых мер позволил нам стабилизировать ситуацию, свести к нулю случаи заболевания среди медицинских работников и не допустить роста заболеваемости на этап снятия ограничений. Сейчас задача сохранить эту тенденцию и обеспечить готовность учреждений здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Всероссийская перепись населения пройдет не как обычно через 10, а через 11 лет. О новшествах масштабного и необходимого мероприятия в репортаже Аллы Динаевой. Начальник отдела организации проведения переписи и наблюдений в Карачаево-Черкесии Кулистан Шедакова рассказывает, что начиная с января сотрудники Северокавказстата активно вели подготовительную работу к переписи населения 2020 года, которую планировалось провести в октябре. Но в апреле пандемия внесла свои коррективы и Росстатом. Было направлено предложение в правительство России о переносе переписи на 2021 год. И теперь масштабное мероприятие будет проходить с 1 по 30 апреля следующего года. А продиктовано это тем, что необходимо более основательно подготовить переписчиков. Ведь эта перепись уникальна и отличается тем, что будет проходить в цифровом формате. Если раньше переписи все проходили, был огромный бумажный стат инструментарий, скажем так, миллионы переписных листов, все это переписчиками носилось с собой, заполнялось. Потом они сдавались сюда, в органы статистики, здесь проверялись. Потом листы сканировались, шла дальнейшая обработка, все это направлялось в Росстат. И там еще проверялось. И таким образом выходили итоги. То сейчас, прежде чем выработать вот эту концепцию, был изучен опыт многих стран. И в результате руководством Росстата было принято решение провести перепись в таком формате. А для четкого проведения первой цифровой переписи населения необходимо основательно подготовить и персоналы, и сами устройства. И программное обеспечение делится Кулистан-Шедакова. И главная задача – привести в порядок адресное хозяйство республики. Это указатели на именование улиц, квартир, домов. Кулистан-Шедакова говорит, что в сентябре 2019 года нанимали 160 человек. И они прошли по всей республике со списками адресов на руках и сверили с действительностью все на местах. А произошедшие изменения внесли в автоматизированную систему. Кроме того, для переписчиков 2021 года подготовили и электронные карты по каждому населенному пункту. Есть еще новшества первой электронной переписи. Во-первых, с 1 по 22 апреля желающие смогут пройти перепись на портале госуслуг. Затем, то, что он на планшете пойдет переписывать с электронным устройством. И третье, желающие, они еще могут прийти сами в стационарный участок. В данном случае есть договоренность, что многофункциональные центры тоже будут являться функцией внести стационарных участков во время переписи. То есть, если человек не хочет, чтобы к нему домой пришел переписчик, и по каким-то причинам он не может пройти на портале госуслуг, он может прийти в МФЦ и там пройти эту перепись. Либо сам там будут для этого условия, либо будут переписчики наши, которые также помогут ему пройти эту перепись. Или можно это сделать с помощью волонтеров, которые будут привлечены для проведения переписи. А всего для масштабного мероприятия в республике будет задействовано около 1 тысячи переписчиков. Сейчас идет подбор персонала. Аладдинаева Алибастанов, Вести, Карачева, Черкесия. Решением главы республики в этом году вокруг Черкесии начнется строительство участка обездной дороги протяженностью 6 километров. Трасса пройдет от восточного въезда в Черкесии до села Знаменка. На сегодняшний день уже проведены экспертизы и выполняется проектно-сметная документация. Как только она будет готова, дорожники приступят к работе. Строительство дороги позволит разгрузить движение в Черкесии и улучшить транспортную инфраструктуру. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в республике планируется отремонтировать свыше 200 километров дорог и установить около 80 дорожных камер. Депутаты, представляющие партию «Единая Россия», проводят мониторинг работ по реконструкции и строительству объектов в рамках депутатского контроля за ходом реализации нацпроектов на территории Карачаевой Черкесии. На этот раз представители партии осмотрели физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле «Адгихабль». Мадина Каракетова подробнее. Роналду из «Евентуса» вышел, кажется, в ряду пойдет. А мы из «Барселоны». Мы вообще из «Барселоны» вышел куда-то. Может, вернется. Может, нет. Новости спорта самые обсуждаемые среди мальчишек, мечтающих о спортивной карьере. Юных жителей Адагихабля, Беслана Аджива, Рашида Кумратова и Ислама Кемова сплотили не только один возраст, одна школа и соседство, но и одна общая мечта – спортивные достижения. Мальчики следят за всеми спортивными новостями, судьбой и передвижениями на спортивном олимпе кумиров и мечтают, что когда-нибудь, и о них говорят также из экранов телевизоров. Каждый день в свободную минуту Беслан, Рашид и Ислам бегут не к компьютеру или планшету, чтобы побродить по просторам интернета, а на уличную спортивную площадку, к тренажерам, которые установили в отреконструированном местном парке. Совсем недалеко отсюда видны стены возводимого физкультурно-воздоровительного комплекса, и мальчишки с этим объектом связывают большие надежды. Многие дети у нас мечтают заняться спортом, и спортивный зал поможет им это сделать. Вот я, например, мечтаю о футболе и баскетболе профессиональном. И я знаю, что там будет баскетбольная площадка. Я увлекаюсь борьбой и боксом. И спортзал, который там строится, может послужить тем людям, кто хочет попасть в спорт и преодолеть мечты. Я мечтаю о профессиональном футболе, сделать свою карьеру и стать хорошим вратарем. Футбольной площадки там, кажется, не будет, но другим ребятам получится одолеть свои профессиональные мечты. Но я хочу, чтобы там была футбольная площадка, чтобы такие ребята, как я, могли заниматься футболом. Стройка на объекте в самом разгаре. Каркас уже возведен. Скоро приступят к отделочным работам внутри. Вот по проекту у нас планируется винткамера, помещение. Далее при входе сразу у нас кабинет директора. Это на втором этаже. Здесь же расположится тренажерный зал. Основной спортивный зал на первом этаже ФОКО объединит несколько спортивных секций, в том числе борьбы баскетбола и бокса, о которых мечтают юные друзья Беслан, Рашид и Ислам. Баскетбол, гандбол, волейбол, вольная борьба, дзюдо, самбо. Сейчас хотим ввести новые виды спорта. Плюс настольный теннис. В первом этаже будут душевые, раздевалки, помещения врача, директорские. Вот здесь директорская тоже будет, методические кабинеты. Для маломобильных групп будут тоже и туалеты, и все предусмотрены, и пандусы. Общая площадь объекта около полутора тысяч квадратных метров. На данном этапе ведутся работы по утеплению и обшивке фасада. Уже окна все заказаны, скоро будут устанавливать, и начнутся внутренние отделочные работы. Мы надеемся завершить в этом году строительство и ввести в эксплуатацию данный объект. Депутат парламента Фатима Карданова, который поручили провести мониторинг объекта, ходом работ осталось довольно. Замечательный объект, который позволит развиваться спорту гармонично в поселении, позволит развивать те виды спорта, которые немножечко находились в стесненных условиях. Этот объект строится в рамках национального проекта «Демография». Его главнейшая задача и цель – это улучшение качества жизни населения, граждан страны. Поэтому для нас это очень важный социально значимый объект. Принципиальных замечаний депутат не сделала. По ее мнению, при строительстве и внутренней планировке объекта учтено все. И небольшие изменения, которые были внесены в проект позже, и о которых депутаты поставили в известность, были полностью поддержаны. Объект будет использоваться в муниципальном, в ведении находиться, будет использоваться здесь, в ауле. И, соответственно, содержать такой объект – это очень дорогое удовольствие, скажем так. И здесь было принято правильное решение по обустройству собственной котельной, которой ранее предусмотрено не было. Это позволит сэкономить какие-то расходы поселения на содержание этого объекта и улучшить, может быть, какие-то качества того же отопления. Какие-то экономически правильные решения. Спортивный объект, по словам заместителя министра по физической культуре и спорту Мурата Агирова, рассчитан не только на занятия по поддержанию физической формы и развитию спортивных навыков, но и сможет принимать в своих стенах спортивные мероприятия районного и даже республиканского уровня. Адыхаульский район всегда славился борцами-вольниками, но теперь у района есть условия для развития и других видов спорта. ФОК, по мнению прибывшей комиссии, откроет перед спортивным молодежью совсем другие возможности. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Инна Мостовая, Вести Карачаева-Черкезия, Адыгихабльский район. В республике в ближайшие четыре года около 200 жителей Карачаева-Черкесии будут расселены из ветхого жилья. Поизойдет это в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая площадь расселяемого жилья составит около 3000 квадратных метров. На реализацию программы будет направлено свыше 76 миллионов рублей. В рамках первого этапа переселят 16 жителей многоквартирного дома общей площадью 202 квадратных метра, проживающие в Усть-Джигуте. Затем расселят 16 жителей поселка Эркин-Шахар. Общая площадь их ветхого жилья составляет 400 квадратных метров. Напомню, что программа рассчитана до 2024 года. Общий объем финансирования превышает 1 триллион рублей. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Отвечайте всегда на звонок своего ребенка и сами не забывайте ему позвонить. У него будет ощущение того, что вы интересуетесь его проблемами, а что вы присутствуете в жизни. Отцовство. Твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет Кострома с 26 по 29 августа 7-й Всероссийский фестиваль телерадиопрограмм «Человек и вера». Медиафорум о культурных ценностях и духовных традициях России. Приглашаем к участию журналистов телерадиокомпаний. Подробности на сайте gtrk.defiskostroma.ru Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Вы знаете, что теперь в налоговой инспекции можете моментально решить проблемы с обслуживанием, оставить свой отзыв и оценить качество услуги. Для этого используйте специальную ссылку или QR-код, которые размещены на информационном стенде, а также QR-код на талончике с номером на обслуживание. Отсканируйте код при помощи вашего телефона или планшета любой программы для чтения QR-кодов. Укажите услугу, выберите смайлик, введите сообщение и отправьте его. Сообщение мгновенно поступит непосредственно руководству инспекции, и вам оперативно будет оказана помощь. Длинная очередь, недостаточно посадочных мест, другие проблемы. Используйте QR-код. Попробуйте. Это быстро, просто и удобно. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. До конца года все районные медучреждения оборудуют комнатами для комфортного пребывания матери и ребенка. В республике в рамках нацпроекта здравоохранения закупят оборудование для детских отделений всех районных больниц и детской многопрофильной больницы в Черкесске. О том, как поликлиники будут меняться, расскажет Али Баташев. Присаживается на стул, вот келенальный стол, здесь разные салфеточки, если нужно, наглядные пособия перед мамой. То есть она может кормить ребенка и в то же время получить какие-то знания по вскормлению. Такой кабинет появился в медучреждении с 2018 года. Здесь можно не только покормить и переодеть ребенка, но и измерить его рост и вес, а также пройти звукореактивный тест, говорит медсестра. Каждый вторник и четверг медсестра Лидия Васильевна встречает маленьких пациентов и их мам. Дни здорового ребенка у нас в вторник и четверг, поэтому здесь много бывает мамочек с грудными детьми. Ребенку, когда нужно покормиться, значит, она может в наш кабинет обратиться. У нас здесь вот есть место специально для кормления. С 2018 года мы участвовали в проекте «Бережливая поликлиника». На базе Ставропольской медицинской академии были проучены пятеро врачей именно по проекту «Бережливая поликлиника». С этого года, с 2018 года у нас организовано отделение медицинской профилактики, куда входит и центр здоровья, и кабинет здорового детства, кабинет матери-ребенка, диспансерный кабинет. То есть это отделение занимается полностью профилактической работой. Крытая колясочная украшает вход в учреждение. Открытая регистратура. Очередей в этот день не было. Большинство посетителей поликлиники пришли по предварительной электронной записи. Удобно и очень экономит время. Лучше стало, потому что раньше записи, когда не было по времени, тогда все по живой очереди, это было очень сложно. Особенно, когда все приходят утром, когда кому-то на работу, кому-то в садик, и все пытаются успеть в одно время попасть, тогда, конечно, было сложновато. А сейчас, когда уже стали время назначать, тогда уже легче. По комфортному пребыванию. Вы вот можете посмотреть, у нас везде установлены пристенные сидения. Ну, то есть, что возможно в наших условиях. Холла у нас больших нет. А так, чтобы для ожидания, коридоры узкие достаточно, для ожидания врача, чтобы не стояли и так далее, с детьми, можно посидеть. Телевизор у нас установлен на пятом этаже, на первом этаже. То есть, если ожидают, пожалуйста, можно посмотреть телевизор, там мультики и так далее, что для ребенка. В текущем году на развитие детского здравоохранения республики в рамках нацпроекта здравоохранения выделено 44 миллиона рублей. Алибаташев, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Город Карачаевск окружен двумя прекрасными реками и содержать их в чистоте является долгом каждого. В этом году в рамках реализации проекта «Чистая страна» началась рекультивация свалки твердых бытовых отходов рядом с рекой Кубань. Работы завершены уже наполовину, и к концу года территория будет готова к эксплуатации. С подробностями Аслан Гирюгов. Свалка в Карачаевске была введена в эксплуатацию в 1996 году. Она располагалась на левом берегу Кубани. Ввиду негативного воздействия на окружающую среду, решением суда она была закрыта в ноябре 2012 года. Но так как отходы, накопленные годами, располагались рядом с водой, нередки были случаи, когда они попадали в нее. Ведь на территории свалки твердых бытовых отходов действовала несовершенная система утилизации и захоронения мусора. На сегодняшний день она не представляет угрозы для окружающей среды. Запланировано устройство слоев из гребенопесчаной смеси, из песчаной смеси. Дальше у нас слой из технохаута, это полиэтиленовый слой, так по-простому скажем, из двух слоев. Из бентонитовых матов тоже запланирован изоляционный слой. И растительный грунт. Общая толщина всех слоев составляет 1 метр 35 сантиметров. Как отметили работники, самое сложное позади. Ведь необходимо было изолировать свалку от реки и собрать все то, что попадало в нее. На сегодняшний день мусор засыпан различными слоями породы. После чего территория в 2 гектара будет сдана в эксплуатацию города. Комиссия, курирующая рекультивацию, отметила, что работы выполняются должным образом и объект будет сдан в должный срок. Вы сами видите, что свалка находилась прямо на берегу реки. Все отходы вместе с дождями попадали в источник водоснабжения нашей республики. По результатам этой рекультивации будут выполнены все мероприятия для того, чтобы защитить реку от попадания туда негативных стоков. Работы ведутся, в принципе, динамично. В общем и целом, мы видим, что до конца года подрядчик успевает. Качество работы тоже удовлетворительное, хорошее. Мы надеемся, что так же будут продолжать и будем еще выезжать, тоже контролировать ход работы. Важность проводимой работы невозможно переоценить. Ведь все природные сообщества регулярно рассказывают о пагубном воздействии твердых отходов на окружающую среду, а также и на жизнь человека. Заботясь об окружающей среде, мы сохраняем все то хорошее, что дает нам природа. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Фотохудожник и путешественник из Санкт-Петербурга Федор Ложков стал победителем шестого фотоконкурса Российского географического общества «Самая красивая страна» в номинации «Живой архив» с работой озера Тубанлыкёль, которое расположено в Карачаево-Черкесии. Ганачхирское ущелье уникально не только живописной природой, но здесь есть и много интересных исторических фактов. А вот каких именно, расскажет Алла Динаева. Живописное Ганачхирское ущелье между Тибирдой и Дамбаем манит людей разнообразными пейзажами. И увидевшие эту красоту один раз, обязательно сюда вернется снова. Здесь проходила древняя дорога. Нагромождение этих камней напоминают они и сегодня. Об интересных этих и других исторических фактах поведал нам житель Тибирды Альбек Аджиев. Этот путь, конечно, с незапамятных времен известен был. Со времен великого греческого истории Костробона, когда он описывает эту дорогу торговлю золотым руном. Это вымытое в наших чистых водах. Отсутствие солей благоприятствует мытью шерсти. И поэтому шерсть, добытая здесь, она ценилась на рынках Византии, Турции. Тогда это едино было в Греции. Поэтому упоминания у историки находят об этом пути. Если взять ближе к нашим временам, то в 1876 году во время русско-турецкой войны эта дорога была актуальна, рассказывает Альбек Махмудович. А после победы русских войск над Баталбеем. Этот путь сыграл большую роль, но тогда дорога была конновьючная, а необходимо была уже конноколесная. Взялись за постройку Суходольский и Даль. Они начали эту дорогу строить. И практически через 10 лет, на год раньше планированно, дорога была сдана. И князь Голицын, желая придать официальному открытию и приурочить это к названию военно-сухумская дорога, поручил Драгунскому полку перейти через Клухорский перевал. Что было и сделано. И с тех пор дорога получила название военная сухумская дорога. Этот путь в различные времена назывался по-разному. Остатки древней дороги четко видны и сейчас. Кое-где она переключается на уровень современной нынешней дороги. Но этот путь актуальным был всегда. В 1926 году 330 туристов впервые прошли через Гуначхирское ущелье. И этот перевал, что стало началом действия известного 43-го туристического маршрута, который назывался «Через горы к морю» и действовал в советское время. Завершается та древняя дорога с выходом вот на эту точку. Если брать геодезически, то та дорога потихонечку выходила на нет, где сделана вот сейчас нынешняя современная дорога. Во время Великой Отечественной войны немцы планировали воспользоваться этой дорогой. Ну, немножко расширили, приспособили под себя немцы. Но так они и не воспользовались, конечно же, этой дорогой. Были сброшены с перевала Кавказа уже 12 января 43-го года. Не осталось никого, кто бы мог о чем-то мечтать о переходе. А сейчас о Великой Отечественной войне в Гунащирском ущелье напоминают две опорные стенки у дороги, возведенные в послевоенные годы. Уже военнопленные. В том виде, в котором мы сейчас видим, военнопленные дивизии «Эдельвейс» немецкие. В основном это были офицеры. И, надо сказать, к работе своей относились довольно честно. Угол наклона стенки рассчитан по инженерным расчетам. До сих пор ни одного камня из этой опоры не вывалилось. Как видите, прошло уже более 75 лет. Дорога в хорошем состоянии, а точнее ее опорные части. А завершили уже в 50-х годах, начало 50-х годах. Дело в том, что после того, как их немцев первыми отправили отсюда, но до 50-49 года они работали. Далее этот путь ведет к Туманному озеру, а по дороге встречаешь гостей, приехавших из разных уголков страны, чтобы увидеть своими глазами это великолепие. Виды. Замечательные виды здесь. Красота гор, рек, озера и лесов не оставляет никого равнодушным. Конечно, очень потрясающие даже. Невозможно это описать словами. Мы много фотографируем, но ни одна фотография не передает всю красоту, которую ты видишь очевидно своими глазами. Хочется часами просто сидеть, любоваться, замерев, молча. Сердце замирает, дыхание тоже учащается. Очень все красиво и здорово. На высоте 1850 метров над уровнем моря расположено озеро Тубан-Лыкёль, что в переводе с корчевского означает «туманное» и часто оправдывает свое название. Вокруг него на вершинах гнездятся седые облака. Но нам повезло и в этот день. Небо было чистым, погода чудесная. А с восхитительной природой художники пишут картины, поэты слагают стихи, воспевают красоту Гуначирского ущелья и в песнях. Аладинаева, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесии, Гуначхирское ущелье. Каждый уголок Карачаева-Черкесии прекрасен. И человек, хоть раз побывавший здесь, не остается равнодушным к местной природе. Помимо известных всему миру курортов Ахизы-Дамбаев, в республике есть множество укромных уголков, не менее прекрасных, куда просто так попасть невозможно, а требуется специальное разрешение. Поскольку по территории Карачаевой-Черкесии проходит участок границы России с иностранным государством. Как отдохнуть в приграничной зоне и не попасть в сложную ситуацию, выясняла Мадзина Каракетова. Тимура Гержануков этим летом решил провести неделю отпуска в горах, насладиться лесом. Но место, которое он выбрал, в пограничной зоне. И требуется разрешение на пребывание на заветной территории. Поэтому Тимур за две недели до намеченной поездки обратился в пограничное управление ФСБ России по Карачаевой-Черкесии. Очень удобно, никаких проблем. Приходите сюда, заполняете заявление. Всё. Через две недели, это максимум, вам выдают разрешение, вам выдают пропуск. Всё. Едете отдыхать. Тимура Гержануков воспользовался одним из трёх доступных способов оформления пропуска. Обратился лично в погрануправление, поскольку он житель Черкесии и до ведомства два шага. А вот друзья Тимура из Новосибирска, которые планируют присоединиться к нему на месте отдыха, а уже через несколько дней воспользовались способом оформления пропуска, удобным для них. Я местный, мне как бы проще сюда заехать, здесь заполнить. А вот мои друзья, они, например, могут заполнить по интернету и на их непочтовый ящик, то есть погрануправление, высвать и получить также пропуск на приграничную зону. Сотрудник пограничного управления ФСБ России по Карачаевой Черкесии Денис говорит, что пропуски друзей Тимура будут готовы в течение 15 рабочих дней, так как они граждане России. Так что планы отдыхающих нарушены не будут. Такие же сроки для тех, кто предпочёл оформить документы ещё одним удобным способом – через повертал Госуслуг. Денис уточняет, для граждан России пропуск необходим в 5-километровую зону, а для иностранных – граждан и в 5-километровую зону, и в пограничную зону. Но для них срок оформления – до 30 рабочих дней. В настоящий период уже после снижения ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, в настоящий период туристический поток начал увеличиваться. Около 10 тысяч человек уже оформили пропуска для посещения 5-километровой пограничной зоны на территории республики. Основное место посещения в настоящее время являются кислые источники в посёлке Пхия. Там более 5 тысяч человек. Пропуски оформляют как индивидуальные, так и коллективные. Для граждан России, проживающих за территорией Карачаева-Черкесии, документ, разрешающий отдых близ границы, оформляется на один год. Индивидуальный коллективный пропуск можно оформить для граждан, проживающих в Карачаево-Черкесской республике, имеющих регистрацию не в приграничных районах, до трёх лет. Граждане, проживающие в приграничных районах, Карачаевском, Зеленчукском и Рубском районе, для посещения 5-километровой зоны пропуск не нужен. А посещают данную зону с документами удостоверяющих личность. Мадина Каракитова, Али Бастанов, Павел Ашмарин, Вести Карачаева-Черкесия. Ветеран МВД по Карачаевой-Черкесии Кешиф Айсанов отметил свой 90-летний юбилей. В свой день рождения он принимал поздравления от друзей и нашей съёмочной группы. Подробнее Альбина Ламкова. Юбиляр Кешиф Айсанов в свои 90-то бодр. Он с большим удовольствием в свой день рождения встретил всех гостей в доме. Каждому уделил внимание и с большой благодарностью принял все подарки. Мы вас поздравляем от имени министра, от имени совета ветерана. Вот это министр. Ты смотри, министр, ты смотри, большое спасибо. Вот это от нас. Вот это знак, почётный ветеран МВД республики. Ох, ты подумаешь. Вот это календарь. Каждый день вы отвечали. Ты смотри, 75 лет. Вот эти журналы. Я люблю смотреть. Пожалуйста, почитайте. Может, знакомые лица там увидите. Аля, молодец. У Кешифа Ибрагимовича два высших образования. Педагогическое и художественное. Стал служить в милиции по назначению. Кешиф Айсанов работал начальником медицинского вытрезвителя, а затем старшим участковым в Черкесске. У Кешифа Ибрагимовича множество заслуженных наград и медалей. А в свой 90-летний юбилей получил очередную. Кешиф Ибрагимович, как дитё войны, победа мимо вас не проходила. Естественно, вы свой вклад тоже внесли. Именно женщины, дети вот ковали, казалось бы, мир здесь, ковали победу. И от имени Центрального комитета разрешите вручить памятную медаль 75 лет Великой Победы. После 25 лет службы в звании майора Кешиф Айсанов ушёл в отставку и продолжил свою трудовую деятельность уже в школе-интернат учителем. За свой труд в этой сфере имеет звание заслуженный педагог республики. Кешиф Айсанов с супругой воспитал четверых детей. Есть 9 внуков и уже 8 правнуков. На пенсии Кешиф Айсанов не скучает. У него есть чему поучиться молодому поколению. Он в свои 90 лет делает поделки из коры дерева и вырезает в шкатулки. Альбина Ламкова, Анжела Джебекова, Расул Бердиев. Вести Корчаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание. И пусть в ваши дома приходят только добрые вести. С нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!